Здравствуйте, товарищи аудиофистующие! Запись данного видео я умышленно откладывал по одной единственной причине. Ожидал, пока Fioco A17 приедет к моим товарищам аудиофилам, уже привыкшим к источникам притопового и топового сегмента, для того, чтобы сравнить их впечатления с моими. Так как мне данный донгл очень и очень сильно понравился. И я считаю, что для внутриканальных наушников это один из самых лучших источников до полутора тысяч долларов. Вкратце объясню. Источники по своей подаче делятся на два типа. Первый это с музыкальной подачей, когда они все сглаживают, упрощают, делают цельника, добавляют массы, упрощают высокие частоты, раздувают в лучшем случае ширину сцены. И есть техничные источники, которые позволяют дать качественное звучание, максимум разрешения, максимум проработки глубины сценов, разделения планов и всего остального. КА17 относится ко второму типу устройств, которые, в свою очередь, техничные устройства, часто, очень часто имеют свои недостатки. Первый и самый распространенный это раздробленное звучание. То есть музыкальные источники все делают так очень слитненько-цельненько, в то время как те же Fio KA5, Fio X7 первого поколения, к примеру, разбивают музыку на такие раздельные звуки, что не всегда приятно и, естественно, далеко не всем нравится. Вторая проблема это излишняя агрессивность, как в случае с тем же QLS MUB1, когда те же атаки слишком резкие, это неприятно и на протяжении долгого прослушивания также сказывается. Либо же, наоборот, это могут быть слишком упрощенные атаки, как было в случае с iBus ADX-80, iBus ADX-120, и звучание от этого становится скучным. Причем, независимо от того, говорим мы о техничном источнике, там начальном, либо же дорогом, практически всегда какие-то подковырки случаются. Не говоря о том, что банально где-то может быть провал на высоких частотах, где-то может быть провал на низких, это уже вот такие отдельные истории. В случае с FIO KA-17 нет вообще никаких недостатков. Он звучит очень технично, очень подробно, с прекраснейшим разрешением, с эталонным контролем как низких, так и высоких частот, прекрасно уходит в глубину частотного диапазона, как на низких, так и на высоких частотах. И по своей сути, из устройств от FIO у него есть только два конкурента. Это FIO M17, даже не FIO M15S, и FIO R9. Оба они стоят значительно дороже тысячи долларов. Если сравнивать его с тем же FIO Q7, это ЦАПа-усилитель, огромный, здоровый, который стоит 800 долларов, то Q7 звучит более скучно, более так сухо, и значительно более требовательный к наушникам. С какими-то наушниками он будет играть хорошо, с какими-то не очень, плюс по-хорошему его нужно подключать к питанию, для того, чтобы включить в режим максимального усиления, где он полноценно раскрывается, куча таких вот недостатков. FIO M15S схоже звучит с тем же Q7, X-Duo XD05 Pro, который мне очень сильно понравился, который я считаю великолепнейшим просто источником, значительно проще на высоких частотах, чем FIO QA17, причем независимо от того, используется XD05 Pro на ЦАПе AK4499, либо же 9039, и бесспорно, если в тот же X-Duo XD05 Pro поставить топовые какие-нибудь усилители по цене данного ЦАПа-усилителя, то они могут сравняться, и уже будет приблизительно паритет. Но в обычно таком комплектном, условно говоря, состоянии XD05 Pro однозначно сливает его. На внутриканальных наушниках. Из такого, что мне еще тоже очень сильно нравилось, QLS QA361, он все так же берет своей харизмой, берет своей такой ударностью звучание, но он звучит намного более мониторно, и поэтому далеко не вся музыка на QA361 звучит хорошо. Если из наушников он может выжать прям максимум, то к той же музыке требования достаточно большие. В случае с QA17 он и относительно легко прощает плохое качество записей, и более того, он раскрывает фактически любые наушники. Я уже послушал с ним по меньшей мере 10-12 моделей различных вкладышей и внутриканальных наушников совершенно разного сегмента. Он все раскрывает в полной мере. И как в случае с теми же Snowy Split, я получил максимальную синергию. Это вот тот самый звук, который уже можно считать таким около аудиофильским эндгеймом. То есть когда вот, ну все, очень-очень близко к абсолютному максимуму. Можно, конечно, получить больше, больше, но для этого придется поднять бюджет как минимум вот 10 раз. Тогда вы уже получите прям намного лучшее звучание. Что все-таки уже остается для таких единиц, и далеко не каждый захочет там отдавать за какой-то комплект затычки и источник там 4,5 тысячи долларов. Это уже отдельная история. И, собственно, я дожидался, пока послушаю данный ЦАП-усилитель, другие слушатели-аудиофилы, и глобально мнение с моим сошлось. С небольшими такими корректировками, но тем не менее. Также люди подтвердили, что КА17 звучит великолепно, как можно было запихнуть настолько масштабный звук в такое маленькое и дешевое, откровенно говоря, устройство. И масштабное звучание это то, что он может дать. XD-05 Pro чуть лучше раздувает ширину сцену, но глобально по масштабности они очень и очень схожи. То есть это именно масштаб звучания дорогого стационарного источника. По управлению и прочему не вижу смысла ничего рассказывать. И так все, в общем-то, понятно. На футажах было видно. По поводу прошивки я не менял ее. Какая здесь стояла по заводу, такой и оставил. И не планирую менять. Потому что все-таки КА17 это ошибка инженера ФИО. Они сделали слишком хороший звук. Они забыли сюда добавить какие-то недостатки для того, чтобы была дальнейшая мотивация обновлять на другое устройство. Это абсолютно нормальная практика. Любой производитель, даже в топовых своих каких-то устройствах, делает необходимые изъяны. Потому что у вас должно быть желание в дальнейшем сменить этот источник на что-то другое. Для того, чтобы компания дальше существовала. То есть им нужно, чтобы вы постоянно что-то покупали. Иначе прибыли не будут, они закроются. Все. Существование должно быть. И недостатки как раз-таки для этого и нужны. И я не знаю, что в нем можно считать недостатком. То, что по вольтажу он не сможет выдать так же, как какой-нибудь FIO M17 либо же Q7. Ну, блин, извините меня. Это уже должны быть другие размеры устройства и все-таки свой аккумулятор. В рамках источника под внутриканальные наушники и вкладыши это, ну, фактически максимум, который вы сможете получить. Единственное, еще будет зависеть от вашего смартфона. То есть, насколько у него работает DSP, это процессор обработки цифровых сигналов, вносит ли он что-то от себя и какой у вас именно смартфон. То есть, если у вас какой-то морально устаревший iPhone, как тот же 14 Pro и старше, то да, здесь появятся проблемы, то, что нужно подключать дополнительное питание к какому-нибудь с Powerbank'у для того, чтобы получить максимум звука. То есть, если актуальный 15 iPhone, то там все нормально. Подключается напрямую никакого дополнительного питания не нужно. Desktop Mode уже будет у вас работать. Если у вас относительно современный какой-то Android смартфон, там, 6-летний либо же моложе, то никаких проблем не должно быть. Просто подключаете к телефону, включаете Desktop режим, никакого доп. питания вам не нужно. По поводу нагрева. Нагрев, естественно, присутствует и особенно в кожаном чехле, но это не вызывает абсолютно никаких проблем. Он не становится каким-то раскаленным. В моем случае он ни разу не выключался. Возможно, если вы подключите какие-нибудь очень тяжелые прям планары Odyssey LCD 2, выкрутите громкость на максимум, будете слушать там на протяжении трех часов, то да, возможно, он идет в защиту и просто выключится, будет остывать. Но, блин, если вы уже берете себе там планары, либо же слушаете музыку очень громко, то, ну, ни о каком долгом прослушивании речи быть не может в таких устройствах. Ну, либо же придумать какое-то охлаждение, не носить в чехле, придумать там радиатор, но это уже такая немножко тупость, но на крайний случай, если вы очень сильно хотите долго и громко слушать там Odyssey LCD 2, либо же Hi-Fi Man HE6, то вот, да, тогда это будет актуально. Во всех остальных случаях, ну, не знаю, я полноценно протестировать с полноразмерами еще не смог, потому что все, что у меня сейчас есть в наличии, это Superlux HD 681, что далеко не самый лучший источник под них, но, опять-таки, со временем обязательно послушаю, также еще это дополню. И, да, на третий день прослушивания я его выкупил, потому что, ну, мне такой источник нужен. Я очень давно искал себе что-то из источников, уже думал о X2, XD05 Pro, его все-таки себе приобрести, но это очень дорого, потому что сам по себе он дорогой, у меня каких-то прям магических скидок, к сожалению, нет, это все равно мне обошлось бы не дешевле, чем 750 долларов, вот в лучшем прям случае, потому что нужно купить сам ЦАП-усилитель, нужно купить ЦАП-АК4499, и по-хорошему какие-нибудь усилители, там, V5i, V6i, что-то вот в этом роде околотоповое, для того, чтобы вот все это уже играло круто, это слишком дорого, искал разные старые хай-фай-плееры, как тот же Кайн-Н6, но я понимаю, что это чисто моя любовь, мне он субъективно очень сильно нравится, но я не могу его использовать как референсный источник, потому что насколько бы он хорош не был, но косяки у него есть, и с ними никак не побороться, можно было искать дальше Hi-Fi-Man 801 на Full-Sim моде, но это тоже специфический источник, мне он очень сильно нравится, но я бы не смог его использовать в качестве референса, и плюс там балансного выхода нет, а хочется использовать и свои кабели хорошие балансные, которые уже имеются в наличии. Так что и мой вопрос с источниками закрыт, и для старых Hi-Fi-плееров вот это очень плохая новость, потому что старые Hi-Fi-плееры все еще были актуальны, потому что за небольшие деньги, за 400 долларов вы могли себе купить какой-то топовый источник, там, iBasa DX 100, Shozzi Alien Plus, тот же Hi-Fi-Man 900 первый, не вот это вот, что безэкранный сейчас современный, а именно 901, который был после 801, тот же 801, это была возможность получить хороший звук за относительно небольшие деньги, но вот эта штука стоит кратно дороже, чем старый упиленный Hi-Fi-плеер на барахолке звучит круче и при этом интересней, потому что вы можете без проблем пользоваться стриминговыми сервисами, подключили к телефону, все, пользуйтесь, пожалуйста, абсолютно никаких проблем нет. Все, я больше не могу, это уже пятый дубль, пятая попытка записать это видео, мой голос окончательно заканчивается, мне надо еще записать шорты, поэтому всю основную мысль, которую я хотел сказать, я сказал, это максимально топовый источник, в котором нет недостатков, не в рамках своего бюджета там до 150 до 200 долларов, а в принципе, то есть и в принципе я подразумеваю, потому что Astelkern SP3000 какой-нибудь там типичный дорогой плеер, который стоит дороже 2000 долларов, скорее всего, даже дороже 3000 долларов, он все равно относится больше к музыкальной подаче, он не может дать какого-то максимального разрешения, которое дает вот этот вот сапоусилитель, поэтому он хорош вот вообще независимо от бюджета, топовый источник, с которым вы сможете слушать разные затычки там за 1000, 2, 3, 4, 5, 6 тысяч долларов и полноценнейше их раскрывать. Все, теперь точно все, большое вам спасибо за просмотр, по ссылке в описании вы сможете его найти, у меня на этом все, спасибо, до скорых встреч. До встречи.